Браслеты и буквы на одежде девочки вышивали бисером, пайетками и бусинами вручную. А одна из участниц театра моды «Русь» придумала собственный костюм, начиная от фасона и заканчивая деталями образа. Коллекция «Аз Буки Веди» с элементами древнерусской письменности заняла третье место на Всероссийском конкурсе детских театров моды и студии костюма «Карнавал для Золушки». А вторая наша коллекция была «Постохранный флор и фауна». Это такой африканский экзотический озорной стиль. Эта коллекция тоже заняла у нас третье место. Сначала прорисовываются многочисленные эскизы на заданную тему. Тему обычно объявляют в начале года. Опять же, национальный конкурс «Золотая игла» не дают тему работы на год. Всероссийский конкурс «Карнавал для Золушки» прошел в Нижнем Новгороде под эгидой Вячеслава Зайцева. Мероприятие такого уровня стало первым для нового состава коллектива театра моды. Совместными усилиями дети и педагоги создали и запоминающиеся яркие костюмы и интересную хореографию. Работа над коллекцией всегда требует творческого подхода и нестандартного взгляда на вещи. Поэтому часто в коллекции появляются необычные детали и аксессуары, главные уборы, украшения и принты. Коллекция – это очень красиво. Мы с ней ездили несколько раз на конкурсы, выигрывали второе и третье место. Коллекция буквы «С». Смысл в том, что мы в танце как-то переплетаемся, и мне эта коллекция очень нравится. Мне понравилось делать шляпу, потому что это самый интересный момент, когда делать именно шляпу, манжеты и букву. Ну, я очень люблю шить, и мне нравится экспериментировать. Впереди коллективу театра «Моды Русь» предстоит еще одна важная работа. В марте их ждет конкурс «Золотая игла в Москве». Тема – «Великие кутюрье мира». На мероприятие театр готовит две новые коллекции. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.